Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Доброе утро. Температура воздуха ночью от нуля до плюс двух, днем воздух прогреется до плюс 16. Наша сегодняшняя гостья вошла в пятерку лучших учителей Карачаева Черкесии. Также она стала победителем муниципального этапа «Учитель года-2020». Елена Юдина, учитель начальных классов МКОУ средней школы поселка Кавказский имени Старикова, более 20 лет отдала работе в школе. И свою работу она считает призванием и своим главным делом. С человеком, влюбленным в свою профессию, в эти минуты в нашей студии встретилась моя соведущая была Джезаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Елена Анатольевна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я хочу поздравить вас с тем, что вы стали победителем муниципального этапа «Учитель года» Карачаева Черкесии и вошли в пятерку лучших учителей Карачаева Черкесии. Спасибо. Вот как возникло решение об участии в конкурсе? Вообще, я к этому шла очень долго. И в этом году решила, что я должна участвовать в этом конкурсе. Мне помогли мои коллеги, моя семья меня поддерживала. Я думаю, что благодаря их помощи я получила, заслужила первое место. Елена Анатольевна, учитель – это прежде всего призвание, на мой взгляд. Вы учитель начальных классов. Как вы пришли в эту профессию? Это был ваш осознанный выбор? Каким был путь в эту профессию? Однажды у одного актера спросили, почему он выбрал свою профессию. Также я могу сказать о себе. Моя жизнь зародилась в школе, потому что моя мама – учительница. Я с самого раннего детства находилась рядом с ней. Все педсоветы, все собрания я находилась в школе смелым в руках. Пока мама была на собрании, я была около доски. И, скорее всего, это сыграло роль в том, что я выбрала свою профессию, которую я очень-очень люблю. Вы закончили Карачао-Чешкисский государственный университет, правильно? Да, с отличием закончила этот университет. И очень благодарна преподавателям, которые вселили в меня ту уверенность, с которой я вошла первый раз на первый свой урок. Ну, учитель начальных классов – это маленькие детки. Каждому нужен, наверное, особый подход. С ними, я думаю, что очень сложно. Методика преподавания у вас какая? Как вы находите общий язык с ними? Прежде всего, я люблю свою профессию, люблю детей. Как-то мне мой знакомый сказал, что чужих детей любить невозможно. Но я в это не верю. Как можно не любить этих маленьких, несмышленных, которые смотрят на тебя открытыми глазами? И ведь именно они дали мне силу, когда я первый раз вошла в класс. Именно их открытые глазки дали мне силы, дали мне терпение. И вот я действительно перед ними была в первый раз, как актриса. Вот вы несколько раз уже сказали про первый раз. Вы так хорошо это запомнили? Очень. Вам страшно было? У меня дрожали коленки, честно. Мне было страшно, мне было тревожно. Но когда я увидела их глазки, эти 20 пар пытливых, любознательных глаз… Они дали вам силу? Они мне дали силу, да. И я действительно, вот, войдя в класс, поверила в то, что я всё смогу, что у меня всё получится. Вот, честно говоря, я только сегодня с вами познакомилась. И вот я уверена в том, что вы никогда не жалели о выбранной профессии. Не жалела, честно, не жалела. Я очень люблю свою профессию, люблю своих учеников. И я всегда говорю, мои ученики, мои любимые ученики. Ну, такому человеку остаётся пожелать дальнейших успехов. И будьте верны своей профессии также. И здоровья вам. С добрым утром. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Ногайской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Встретимся завтра.